Мы вчера закончили на том, когда говорили о законе Моисея и как он применим к нам сегодня. И что мы, как я вчера сказал, что мы находимся под законом в смысле обучения, но это закон Мессии. И в чем же разница между этими двумя? В основном она в этом, в следующем. Закон Моисея — это то, что всегда было извне, которое пытался покрыть и контролировать. Это то, что нужно, необходимо было быть послушным. Я не буду углубляться, потому что это займет много времени. Но разница в том, что закон Мессии — это то, что живет внутри вас. И оно приходит изнутри. Я могу дать вам один пример. У меня с моей женой на протяжении нескольких лет была увеличенная семья. У нас было от 10 до 15 людей, которые жили вместе с нами. И как церковь мы арендовали очень большой дом. И на первом этаже было место для собраний, а на других этажах около 25 комнат для комнат. И мы превратили их в дом. И я, и моя жена, и трое детей. И мы жили там с 10 до 15 людьми, как одна семья. Они были такой же частью моей семьи, как и мои дети. Они очень отличались. У нас было двое бывших заключенных. У нас было один или два человека, которые были зависимы от наркотиков. И у нас также были те молодые люди, которые были отвергнуты своими семьями. Да, они стали верующими. И в тот момент, когда они стали верующими, их семья отвергнула. И им не было куда идти. Поэтому они пришли и жили вместе с нами. Также у нас было две женщины, которые били их мужья. И они также жили вместе с нами. Как одна большая семья. Вы можете представить, что это не очень легко. И в начале у нас были правила. Что они могут делать, что они не могут делать. И так далее. И до определенного момента это работало. Но не полностью. Потому что всегда было влияние извне. Но в тот момент, когда мы молились за тех, которые еще не были верующими, они начали меняться. И они начали исполнять правила. Но не потому, что это было правило. Но потому, что это была их внутренняя позиция. И это преподало мне очень хороший урок. Вы можете контролировать кого-то с правилами извне. Но вы никогда его не измените. Изменение приходит тогда, когда Ишуа приходит в жизнь. И они потом начинают делать эти вещи по причине любви. Не из-за не из-за того, что нет под принуждением. Это то, что также нужно помнить в разговоре о законе Моисея и законе Мессии. Первый, который извне. А второй, изнутри. В пророках написано, что «Я дам вам новое сердце. Заберу каменное. И я напишу свои законы на их сердцах. И потому, что это приходит изнутри, а не из вне». Это огромная разница. И это то, что нам нужно понимать. Наши жизни должны руководствоваться законом Мессии. Но он приходит изнутри нас, не из вне. Это не написанный закон. И, конечно, закон — это неподходящее слово. Тора — это не означает закон. Это назначает наставление для жизни. Это как инструкция для машины. Многие из нас, которые… Мужчины, не читают инструкции. Мы думаем, что мы все знаем. И только тогда, когда мы попадаем в проблему, мы беремся за инструкцию. Вы покупаете новый компьютер и просто начинаете им пользоваться. И потом вдруг у вас проблема. Что же мне делать? Вы берете инструкцию. Вместо того, чтобы читать ее в первый раз, в первую очередь. И у вас не было бы проблем. Писание — это наша инструкция. Она помогает нам жить, жизнь, которая прославляет Его. Помогает нам жить успешной жизнью, которая добрая. И это то, что нам нужно делать. Хорошо? Я это оставлю, но я мог бы об этом учить. Все такие наставления, инструкции от Бога, они строятся одна над другой. И когда вы продвигаетесь вперед, вещи вокруг меняются. Но цель заключается всегда в том, чтобы привести нас ближе к Господу. Чтобы мы имели взаимоотношения с Ним. И я верю, что Лука здесь говорит мне так же, чтобы мы это понимали. Что он не только состоял из 613 разных заповедей. Но что нам также нужно сегодня действовать правильным образом. Но от взаимоотношения к сердцу, а не от отношения к закону. Следующее, о чем говорит Лука, это церковь. Удивительно, что можно обнаружить, что слово церковь может быть неправильно истолковано. Но Лука помогает нам понять, что это слово означает. Только в Евангелиях Матфей указывает, вспоминает это слово. И эти два местописания не описывают, как должна церковь выглядеть. И мы живем до сих пор в такой исторической проблеме, связанной с этим. Может быть, вы знаете, что означает слово церковь. Но если я пойду, буду ходить улицами в Англии, и я спрошу, где церковь, и они мне скажут, что вот это то здание внизу, на углу. Это не то, что я ищу. Я не ищу здание. Потому что это не то, чем является церковь. Послания, они обычно адресованы церквям. И они дают нам подсказки, чем они являлись. Но только в книге Деяний мы узнаем, кем являлась церковь. Показывая то, как она была посажена, как апостолы назначали старейшин, и какие взаимоотношения были между апостолами и церквями, которые они основали. Следующий момент, на что обращает наше внимание Лука, это обращение. Деяния также нам дают такое критическое понимание того, чем является рождение свыше. Евангелия написаны перед приходом Духа Святого. А послания уже были написаны тем людям, которые были уже в вере. Но ни одна из этих подсказок не дает нам правильной модели церкви во время Ишуа. Поэтому нам нужно вернуться к книге Деяний и увидеть, как апостолы приводили людей в царство. И мы увидим примеры покаяния, веры, крещения в воде и крещения в Духе. Это процесс. Это то, как оно должно происходить. Сначала происходит покаяние, потом вера, потом крещение в воде, и потом крещение в Духе Святом. Это должен быть такой нормальный пример. Да, могут быть исключения. И в том случае, когда, например, Петр пошел в дом Корнилия. Дух Святой на них сошел еще до того, как они покаялись и были крещены. Но после того они покаялись и были крещены в воде. Да, могут быть исключения. Но естественный порядок вещей это такой, как я сказал. Также книга Деяний дает нам пример для сегодня. И Деяний является важным источником информации и объяснений. Но, естественно, оно больше, чем это. Многие увидят в книге Деяний модель для церкви, церковной жизни. Везде. И многие церкви будут искать те же качества, которые Лука описал. Это будет такое естественное предположение. В конце концов, это единственная церковная история, которую мы имеем в Писании. Предположительно, Дух Святой хотел, чтобы эта история была в Писании, чтобы мы видели, что Бог намеревался сделать со Своим народом. То, что мы делаем сейчас, мы видим тот источник, который помогает нам увидеть, что произойдет в будущем. То, что там также нужно понимать, если мы даже видим это как очень хороший пример, что проблемы всегда возникают, если мы предположим, что она не всегда является правильным примером. Тот образ, который дает Лука, он далек от идеала. Он включает как и трудности, так и благословения. И это истина, которая касается всего Писания. В Писании Бог не сокрывает вещи. Он очень ясно нам показывает, что вещи могут идти неправильно. Давид был призван к мужу. И мы все знаем, что у Давида была проблема с Версавией. Бог не скрыл это в Писании. Он открыл это. И это то же самое касается нас. Он общается с нами таким же образом. Он всегда хочет, чтобы мы были честны. Я пытаюсь быть честным, насколько это возможно. Естественно, я не могу рассказать вам все мои личные ошибки, это не было бы полезно. Но я хочу заметить, что я несовершенный. Я допускаю ошибки. То, что я обучаю сегодня, очень сильно отличается от того, что я учил, когда я только стал верующим. Потому что я осознал некоторые ошибки. Я взрослею. Бог помогает мне расти. Поэтому деяния, они записывают и ошибки, и споры, и трудности. И так же, и такой великий рост. И даже иногда очень полезно осознавать, что даже в наших ошибках Бог, Он продолжает работать, если мы позволяем Ему. И Он хочет это делать. Я, например, дам вам несколько примеров. Если вы хотите сохранить историю Ананиаса и Сапфиры, если вы хотите сохранить историю Ананиаса и Сапфиры, и этот обман как модель для поведения, возможно, вы не хотите. Но да, Он находится здесь. По некоторым причинам. Чтобы показать силу Божью. И как Петр сказал, что вы не можете спрятать это от Бога. Это была проблема, которую они решали. Я задаю иногда себе такой же вопрос, если бы это происходило сегодня. Кто бы здесь сегодня стоял? Об этом нужно подумать. Если бы мы писали бы Писание, мы хотели бы написать правильный пример. Включали бы мы это в Писание? Также включали бы мы пример с Симоном, который имел желание получить прибыль от передачи Духа Святого. Знаете, о чем я говорю? Если нет, то читайте Писание. Я отталкиваюсь к тому факту, что вы знаете уже что-то. Это не было бы правильным примером для новообращенных. Но опять же, он состоит в Писании, который показывает нам необходимость во святости, в правильном мышлении, в правильной позиции. Даже апостол Павел имеет резкое несогласие с Варнавой. Никакую вину не можно присвоить только одной стороне. Но мы видим, что в этом есть цель к подготовке к миссионерской поездке. Лука очень честно и очень ясно описывает то, что вещи могут идти неправильно. Но я верю также, что мы можем увидеть решения в Писании. И если мы их читаем, мы можем двигаться вперед. Лука также описывает отношение Гамалиила к новому движению. Он советует своим лидерам, чтобы они ждали и видели, что происходит, вместо того, чтобы обвинять. Но описание Луки не означает, что такая отстраненная объективность — неподходящий ответ. Но некоторые люди... Давайте мы научимся от этого. Иногда нам нужно решить, на какой мы стороне. В английском у нас есть фраза для этого. Вам нужно принять решение. Решение. Выбор решения. Что вам нужно сделать? Вам нужно сделать это или это? Вы можете решить. Поэтому вы на линии. И вы ждете. Для нас это не очень хорошая позиция. Вы должны решить, какая ваша сторона. Иисус Навин, когда он обращался к людям, к народу, он перед их, после их греха, он сказал, вам нужно выбрать. Вы за или против Бога? Но он сказал, я и мой дом будем служить Господу. Он был ясен. А вы ясны или честны? Знают ли люди вашу позицию? Знают ли они, что вы верующий? Или вы скрываете это? Знают ли они, во что вы верите? Позволяете ли вы говорить о том, что они, когда они что-то говорят? То, что не соответствует Писанию. Когда я был в Бельгии, некоторое время я работал в супермаркете. Это строительный такой магазин, где есть инструменты и материалы. И все было нормально. Они нецензурно выражались. И очень часто они использовали имя Ишуа как такое проклинающее слово. И я сказал, пожалуйста, не делайте так, когда я здесь. И через некоторое время вы увидели бы, что они делают так. Что-то произошло. О, я не могу это говорить здесь. Они осознали, что это не было неправильным, что делать. Но это была моя позиция, изменить эту ситуацию. Во многих ситуациях мы должны жить так, как я вас учил, чтобы быть светом для мира. Мы также читаем в Луке, что Саввел, который был учеником Гамалиила, и он выбрал более агрессивную позицию. Вместо того, чтобы ждать и видеть, и смотреть, он предпочитает гнать и остановить новую веру и церковь. Его действия соответствовали его словам. Но он был остановлен на пути в Дамаск. И это позволило ему стать великим, возможно, самым великим апостолом. Иногда мы можем смотреть на человека и думать, что Бог никогда не сможет что-то сделать с этим человеком. И скорее всего, что многие ученики думали так о Савле в то время. Они боялись его. Бог коснулся Павла на пути в Дамаск, и потом он сказал, чтобы Анания пришел к Савлу. Бог проговорил к нему. И он сказал ему, ты должен пойти туда, крестить его и исцелить. И Анания сделал что-то очень глупое. Он спрашивает, Бог, ты знаешь, кто он такой? Это тот, кто преследует церковь. Бог говорит, я знаю, но я меняю его. Помните, Бог может делать невозможное. Я расскажу вам небольшую историю с моего личного опыта. Однажды мой друг, который был евреем, он позвал меня. В тот момент он не был верующим. Он был бизнесменом. Он говорит, у меня есть друг, и он алкоголик. Можешь ты ему помочь? Хороший вопрос, интересный. Да, и он неверующий, спрашивает меня, верующего, помочь его другу, который алкоголик. Что бы вы ответили? Я говорю, да, ты можешь его прислать ко мне. Он пришел ко мне домой с его женой, и он был выпит, напившийся. И мы начали разговаривать, хотя ему помочь. И он заснул. Что бы вы сделали? Мы поговорили с его женой, и такое происходило четыре, возможно, пять раз. Он приходил со своей женой, он садился, через пять минут он засыпал. И мы разговаривали с его женой, и она стала верующей. И в один день, через несколько недель, когда мы их не видели, «Или». И я ух видела, мол, ничего не может変аться. Субтитры сделал DimaTorzok